В этой сцене и после этого выступления мы пройдем вклады в нашу финал. Успехов! Здравствуйте, меня зовут Алексей, я представляю ОМСЕРСКУ, который помогает предпринимателям быстро влогу, выставляющей талантами. Сегодня в России порядка 4 миллионов микро- и малых предпринимателей. Большинство из них не используют 1С и не имеют счетов бухгалтеров. Однако, предпринимателям необходимо выставлять счета. И это не решается с помощью ИСЭЛ, что неудобно с точки зрения быстроты доставления и хранения в дальнейшем передаче к бухгалтеру. Что мы сделали? Мы взяли часть националового ИСЭЛЬ, то есть программ типа ядра, диск, дропбокс, добавили шаблоны, счетов, актов товарных вклады, счетов, фактур и все остальное не стали добавлять, оставить в этом комплекте. В итоге мы получили сервис, который позволяет быстро и удобно выставлять и отправлять счета, красивые счета покупателей, хранить их, отмечать оплаты и отслеживать задолженность покаженные покупатели. Наши пользователи могут передать документы к бухгалтеру, не покидая нашу сервис. В итоге с таким минимум клиентом мы получили сервис, который удобнее, чем ИСЭЛЬ и проще, чем любая конструкция программы. Изучая наших клиентов, мы тестировали различные гипотезы. И в итоге мы получили, что основная наша целевая аудитория – это ООИ и ОИП с количеством сотрудников от одного до десяти. Также мы выяснили, что 43% предпринимателей доставляют счетовых целей. Часть наших гипотез относилась к частым бухгалтерам и бухгалтерским компаниям. И мы выяснили, что они постоянно сталкиваются с проблемами, решения которых есть в нашем сервисе. Цель нашего проекта – изменить стандарты обслуживания на ООИ, которые приведут к тому, что для предпринимателей уменьшена стоимость обслуживания, а для бухгалтерских компаний увеличится количество клиентов. Рынок, на который мы выходит, – это порядка, как я уже говорил, порядка четвертых зеленых предпринимателей. 43% из них работают с СССР, что составляет где-то 1.7 предпринимателей. Если говорить о хотя бы 5% тех, кто работает с СССР, то мы получим выручку порядка 600 миллионов рублей в год. И это, на наш взгляд, реально все живые цели. Понятно, что на этом рынке ни одни у нас есть не были. В первую очередь – это один СССР. Облачные СРМ набираются больше оборотов, но у них пока небольшая доля. Что касается облачных бухгалтерий, типа мы его делаем, то, в первую очередь, они конкурируют с одним ГЕСом. И их пользователи не совсем нашей целевой аудитории. Зарабатываем мы собираемся на ежедневном организме в плате и на продаже в Google. На этом слайде данные, которые мы получили, тестируя канал «Геонтезерия». Как вы видите, экономика у нас сходится. Тут четыре канала, которые мы собираемся использовать для движения нашего сервиса. Что уже сделано? Готов MVP, протестированные каналы. Проведен каждый из первых клиентов. Ближайшие планы. Выброска в 1С, подключение оплаты сервиса, интеграция с батареями. На 16-й год основная задача – это монетная версия, на 17-й год – выход в страны СНГ. Что мы ждем от инвесторов? На этом слайде на что будут потрачены деньги тоже ждите? Наша команда. Спасибо за внимание. Спасибо Трекерам и Натурам. Спасибо, друзья. Эксперты, пожалуйста. Спасибо. Почему 600 рублей, не 6 тысяч рублей в месяц? В год. В год? 600 рублей. Нет, 600 рублей в год. В год. В год назад 600 рублей в месяц, если я не ошибаюсь, поедине в год. А в инвесторе плавка как? Нет, в инвесторе плавка 600 рублей. А почему 600, а не 6 тысяч. Серьезные деньги 600 рублей? В кафе стоите, собственно, по булку везде сидите? Ну, мы протестировали. Вот все функционалы, которые есть, за то, чтобы закуплять 600 рублей в месяц. Еще есть конкуренция, которая тоже будет 20 евро. А если за шестичек будут покупать? Будете продать? Наверное, да. Подобность на цену позвали. Хорошо. То есть, что церковь за 6 тысяч рублей в месяц? Причем это, но эта услуга должна быть дороже, потому что, мне кажется, в городе реку будет совершенно с другой. И 600 рублей – это не для регионального предпринимателя, не для московского заболевания предпринимателя, деньги, не рефицирующие в уровне качества или в уровне ожидания. А в сервисах очень важно еще и взять достаточно ощутимые деньги, для того, чтобы люди с ответственностью относились к использованию сервисов, и тогда они будут продолжать им пользоваться и заплатить дальше. Спасибо, Ленат. Спасибо. У меня вопрос. Вы сказали, что мое дело не ваше факультет, потому что разные цели в актуалере. Верный использователь моего дела стоит 900 рублей в месяц. И меня устраивают огромные функционалы этого дела, которые есть. И с налоговой, и с интернет-банком. И, в общем, все, что можно себе представить. Я очень не нашел того, чего мне там устраивает. Зачем мне оттуда перейти к вам? Ну, кроме того, что я хочу 6 рублей сэкономить, что вряд ли. Ну, мое дело – это для тех, кто готов к стимулам тервис настоятельно. Наш сервис – это для тех, кто не готов к стимулам тервис настоятельности. Либо нет времени, либо нет денег на бухгалтера – те идут в мое дело. Мы нацелены на сегмент тех, которые работают с аутсорсингом. То есть, приходящие на бухгалтера – это у компании. Ну, хорошо. Я не согласен, но я получаю эту ссорость. Если наше воздействие, с кем паром или трех недель назад нагоняла реклама Куба, можете поделиться первыми этими данными? Ну, паром или трех недель не нагоняло. Мы тестировали как раз в августе. Мы делаем это с несколькими ценами образованиями. Вы призывали очень достойно и серьезно. Только мы соберем вопрос. Какие результаты вы достигли? Ну, на тот момент, когда мы тестировали канал, объединение молдового проекта было заглушено. Мы просто собирали заявки. В принципе, с бюджетом 3 тысячи рублей мы собрали порядка 30 заявок на две недели. Спасибо большое.